Всем привет. Многие играющие на Turtle WoW замечали в локациях весьма странные постройки, которые вы ранее не могли видеть в оригинальной версии WoW Classic. Такие своеобразные кемпы, без квестовых NPC, без мобов и без какого-то намека на сюжет местной локации. На вопрос, что же это такое, простой ответ. Те самые гильдхаусы, о которых столько раз мы говорили и которые вы просили меня показать. Места, принадлежащие каким-то очень выдающимся гильдиям, заслуживших иметь свой личный уголок в открытом мире проекта. Идея гильд домов не новая. Сами Близзы в свое время хотели воплотить подобный проект в World of Warcraft, но как вы поняли отказались от этой затеи. Неизвестно, либо по техническим причинам, либо каким-то другим. Однако многие приватные проекты так или иначе пытаются посоздать эту фишку у себя на серверах. Так как считают, что гильд дома служат таким своеобразным социальным элементом, привязывающим аудиторию еще больше к своим серверам. Но поскольку игроки, имеющие в игровом мире что-то свое, считают себя в какой-то мере частью этого мира. Одна из важных составляющих является тем, что при постройке гильдхаусов, в дизайне участвуют сами игроки, которые порой находят весьма интересное решение для своих жилищ. Сегодня мы с вами посмотрим наиболее любопытное решение для гильдхаусов, которые лично я встречал в игре. Скажу честно, некоторые дома мне понравились очень. Но для начала коротенькая информация. Наш спонсор, платформа K4Gamers, хочет порадовать свою аудиторию и устроить розыгрыш трех игр с платформой Steam. Но лично я затрудняюсь выбрать, какие именно игры подойдут лучше всего для конкурса. Поэтому предлагаю вам, уважаемые зрители, выбрать наиболее интересные и популярные игры. А в одном из следующих видео мы их разыграем. Можете прямо сейчас зайти на сайт, выбрать и написать в комментарии, что понравилось больше всего. На платформе доступны практически любые игровые товары. Игры, ключи, валюта, таймкарты по вполне приемлемым ценам. Без уплаты дополнительной комиссии, без посредников, которые обычно принимают участие в подобных сделках. Круглосуточная поддержка на русском языке. Более трехсот методов оплаты, в том числе, как было сказано ранее, для пользователей России и Белоруссии. На платформе вы можете как покупать, так и продавать. Очень простая регистрация, практически в два клика. Верификация для продавцов занимает около пяти минут. Более полусотни тысяч товаров и порядка ста пятидесяти тысяч предложений. Вы сами выбираете у кого покупать, опираясь на рейтинги и отзывы. Переходите по ссылке в описании и воспользуйтесь промокодом ВАРКУЛ, чтобы получить десятипроцентную скидку на любые товары или услуги. Итак, гильдхаусы. Как вы уже знаете, проект Turtle Love существует достаточно давно, наверное лет пять, как я узнаю. И на заре своего развития, когда онлайн не превышал пятьсот игроков, мне кажется им было куда легче взаимодействовать с аудиторией, принимать предложения по улучшению сервера и устраивать с вами игрокам такие подарочки. Сегодня, когда онлайн поднялся до внушительных размеров и количество гильдий также выросло в разы, угодить каждому стало гораздо сложнее. И некоторые правила получения гильд домов стали немного строже. К примеру, сама гильдия должна существовать не менее шести месяцев. Коллектив не обязательно должен быть супер большим, однако в идеале не меньше пятнадцати человек. Это должны быть составы наиболее ярко участвующие в жизни сервера и тем или иным образом вносящие свой вклад в развитие сообщества Turtle Love. Организовывать ивенты, активно рейдить и все в таком духе. Гильдии, идеально подходящие под все требования, подают заявку, в которой должны указать удобное место для гильдийского дома и концепт внешнего вида площадки. Что они хотят видеть у себя в доме. Каких NPC поставить, как их озаглавить, прописать для них диалоги если надо. Но главное расположение. К слову, это место должно быть не очень многолюдным, не мешать другим игрокам и вписываться в общий дизайн локации. Но бывают и исключения. Например, на одном из стримов я показывал гильдхаус РП гильдии Таласин Альянс, которые облюбовали под свои нужды одну из таверн, находящуюся в дальнем конце Штормграда, в друидском квартале. По мне так это один из красивейших домов, поскольку тут видно, что постарались над дизайном как следует. Идея состоит в том, что это место как бы является эльфийским кабаком в столице людей. То есть архитектура городская, но обставленная реквизитами прямо указывающих на то, что эту таверну облюбовали высшие эльфы. Лежачки, палантины, цветы в горшочках мягко парящих в воздухе, полочки книжные. Все со вкусом и видно, что разрабы это место делали с особым пристрастием. Напоминает мне один столичный ресторанчик, в котором довелось как-то побывать лет десять назад. На входе вас встречает эльф, который как бы представляет место, куда вы попали. Мы, Таласийский альянс, организация занимающаяся благотворительной миссией. Помогаем обустраиваться беженцам из народа высших эльфов. В подвале устроен склад оружия и установлены тренировочные манекены. Как я уже говорил, Таласийский альянс это рп гильдия и это место служит для них в том числе полигоном для отыгрыша каких-то сценариев. Далее. На краю Ашенвали расположился стан гильдии Эмеральд Дримм. Место реально труднодоступное и случайный игрок навряд ли сюда сунется. Сразу хочется сказать, что место подобрано шикарно. Прямо на фоне водопада стоят эльфийские шатры, какие-то постройки, узоры. Под защитой огромных древесных стражей, сыграющие на фоне ашенвальской темой. Полностью отражает дух тематики гильдии по тегам изумрудный сон. К слову, если остальные гильдхаусы стараются расположиться несколько компактно, то тут ребятки заняли нехилую такую территорию. Пробежав чуть подальше на сервер, я обнаружил и печку для кузнецов и тренировочные манекены. Хотя не, если говорить про охват территории, то могу показать место куда крупнее. В винтер спринге я нашел огроменную пещеру и никогда бы не подумал, что это пещера гильдхаус. Ну да, это именно гильдхаус. Как мне показалось сначала, это заброшенный дом гильдии, которая скорее всего распалась. Никаких NPC подтверждающих чей этот дом я сперва не нашел, кроме просто несколько расставленных реквизитов. Но потом, в глубине пещеры, я таки нашел NPC под тегом school of the dragon have. Не помню, что я встречал таких ранее, поэтому я попробовал найти хотя бы кого-то в поиске. Игроки с подобным тегом не сразу отобразились. Парочку все же нашел. Стало быть я был не прав. Гильдия не умерла совсем, но активность ее оставляет желать лучшего. По всей видимости это старейший коллектив существовавших еще самых истоков, раз мы такие хоромы выделили. Чуть позже я нашел и NPC, рассказывающий историю гильдии. Просто послушайте. Школой не всегда была Кельдорей, как вы знаете. Ее истоки гораздо древнее. О чем знал даже лорд, рейнджер, драгонстрайдер. После войны древних, многие воргены все еще бродили по лесам Калимдора после их неудачного освобождения от косы и луны. Демоны и сатиры также свирепствовали, постоянно убивая невиновных. Храбрые стражи и высокорожденные чародеи в равной степени отложили свои разногласия и создали новый орден воинов, чтобы уничтожить злобных монстров, которые бродили по ночам. Горлицы, или на вашем языке их звали Драконьи Ястребы. Все они были вымазаны Драконью и Кровью, чтобы соответствовать серепости их врагов. К сожалению, только Сайдас и я – это все, что остались от первоначального Теранира. Возможно, с рейнджер лорда Блэденсонгом школа снова достигнет своего зенита. Поначалу я подумал, что Блэденсонг является ГМом этой гильдии, чекнул его в арморе, но нашел только какого-то хардкорщика 30 уровня. Так что, наверное, это была отсылка к какому-то местному рпшному персонажу. Далее нашел прикольную деревушку на востоке Унгора. Гильдхаус принадлежит гильдии Get Rich or Die Grinding. Место выполнено в стиле такого форпоста выживальщиков, оказавшихся в затерянном мире, коими является кратер. Снаружи забора – милое кладбище, а внутри расположен лагерь. Большое двухэтажное здание, огороженное высоким частоколом. Пушка там на кого-то направлена, неясно от кого тут ждут нападения. Вероятно, от тех самых диавазавров, что в большом количестве населяет локацию. Костерочек с расставленным вокруг табуреточками, видимо для ламповых вечерних бесед после рейдов. Статуя какого-то воина. Честно, вот с этой статуей немного переборщили. Сюда она не вписывается вообще. Внутри здания на длинном столе лежит непонятно светящаяся хреновина. Предназначение которой я не понял. Вроде стол похож на обеденный, ведь заставлены кружками, а на контрасте огромный сверкающий шар. Че это такое? Если пофантазировать, то можно предположить, что кратер Унгора, как бывшее место экспериментов Титанов, является привлекательным местом для любителей искать сокровища и артефакты. А это, по всей видимости, тот самый артефакт, найденный этими ребятами. Наверху небольшая общая спальня. Тут, я так понял, место, где отдыхает сам ГМ. А дальше я как раз обнаружил те самые сокровища, которые почему-то никто не охраняет. Очень удобно, скажу я вам. Почувствовал себя таким Аладдином, который забрался в пещеру к сорока разбойникам и по счастливой случайности успел убраться оттуда раньше, чем братва вернулась награбленным. Гильдхаус гильдеретс. Выполненный в стиле такого райского оазиса в пустыне. Пальмы, зонтики, лежачки, прям как трехзвездочная гостиница в Египте. Тут вы найдете и расслабляющую ванну, и арену, и различные полезные товары, которые возможно понадобятся при долгом переходе через жаркую пустынную местность. Этот лагерь я наверное нашел одним из первых, когда качал своего персонажа и который запомнился больше всего. В тот момент я и узнал о существовании гильдхауса в принципе. И захотелось посмотреть другие. У гильдии Блэк Уин Гвард такая своеобразная дракония тематика. Чистокол, велпы, противодраконие орудия направлены на Черную гору. Даже есть довольно взрослый детеныш Аниксия. Кстати, у Стражей Черного Крыла, несмотря на скромный вид, дом самый практичный, поскольку они имеют телепорт прямо к Черной горе. К слову, многие гильдии руководствуются именно этим. Не только чтобы дом был красивым и оригинальным, но и имел какую-то реальную пользу. Так как к нему привязан телепорт, следовательно кроме ХС, есть еще возможность быстро перемещаться в одну из выгодных точек на карте. К слову, я не нашел ни одного ГХа где-нибудь в Фелвуде или Танарисе, потому как там нет ничего такого привлекательного, ради чего стоило туда портоваться. У гильдии Крусейдерс место расположения ГХа в чумных землях. Они построили такую часовеньку и большую сторожевую башню. Тематика Алого Ордена борца с плетью, обустроившихся в непосредственной близости от противника. Возле входа в часовню мной был замечен петух с ником Гарри. Не знаю кто такой Гарри, но думаю он либо чем-то провинился перед этой гильдией, либо наоборот отличился. Мой вам совет мальчики и девочки, ведите себя хорошо, чтобы в один прекрасный день не оказаться вот таким реквизитом в чьем-нибудь гильдхаусе. Пожалуй, я выделил лишь самые интересные атмосферные места. К сожалению, были и дома, оформленные не очень интересно. Дом, манекены, виндора, почтовый ящик и никакой фантазии. Поэтому их я показывать не стал. Я так предполагаю, владельцы этих гильдхауса захотели их себе просто так, чтобы было, как элемент престижа. Типа у этих есть, а мы чем хуже. Ну если честно, имея невразительный дом, я бы постеснялся его кому-то показывать вообще. Потому как если у вас в планах создать свой ГХ, подумайте над его дизайном очень хорошо. Чтобы он радовал не только вашу гильдию, но и случайных игроков его обнаруживших. Также не факт, что я нашел все что было. Карта она прям нереально огромная, а дома, эти как вы знаете, стоят в местах неприметных и редко посещаемых. Пади найди их самостоятельно, без проводника. Тем не менее, общую картину вы видели, что в принципе этот аспект из себя представляет. Можете поделиться мнением, как вам идейка гильд домов WoW Classic. Пишите в комментариях, о чем бы вы еще хотели узнать с проекта Turtle WoW. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы узнавать еще больше интересных фактов, как с официальных серверов, так и с приватных проектов. Буду благодарен за лайк под видео, не забудьте про конкурс и три игры для розыгрыша. Удачи!